Я это много раз говорил. Россия изначально, я хочу это подчеркнуть, изначально складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. Именно многонациональное и многоконфессиональное. Вы знаете, у нас восточное православие, у нас восточное христианство, православие, оно во многом даже ближе к исламу, чем к, скажем, католикам. Надо бы вспомнить об этих корнях. Мы должны опираться на то, что у нас есть и было. Мы должны опираться на русский народ, который тоже, это сложно составляющее понятие, русский народ. Вы сказали русский, русский, а другие русские не было до 9 века практически никаких русских. Он складывался постепенно из многих этносов славянских, но не только, из украфинских, из других и так далее. А у нас вот на юге, значит, в Каганате там всех евреями называли. Это совсем не библейские евреи из этого самого, от Синая. А это этнические люди, не имевшие никогда никакого отношения к еврейству. Они просто исповедовали иудаизм в Каганате, который находился на берегах Азовского и Черного морей. Это тоже этнос, который русский народ все это впитал в себя. Надо бы вспомнить об этих корнях. И был народ с тюркским именем Хазары. Это имя само по себе значит примерно то же, что и имя родственное Казахов. То есть это означает кочевника, жителя степи. Хазары обеспечили славянским переселенцам, земледельцам, колонистам спокойную жизнь. И они были в этом заинтересованы, потому что славяне действительно должны были платить им дань. За мир, за спокойствие, дань хлебам. А хлеб всегда был необходим кочевникам во все времена. Кочевники не могли обойтись без земледельцев, без земледельческой колонизации. Вот под эгидой Хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но даже и до бассейна Дона. Вот под эгидой Хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но даже и до бассейна Дона. Вот под эгидой Хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но и даже до бассейна Дона. Венитарий на Павлоне убил ихнего вождя Божия и 70 армских старейших. Вот это не выдержал гуннский предводитель, звали его Баламир, и гунны из-за Антона он решил наказать вегетария. Важную роль гунны сыграли и в истории славян. Гуннское переселение это был тот нож, которым было сделано кесарево сечение при рождении славянства. Они как бы вскрыли вот огромные площади с юга, откуда потом хлынут массы славян уже на самом позднем этапе великого переселения народов, когда они пойдут осваивать Балканы. Первые упоминания европейских авторов это в 160-м году нашей эры, это византийский летописец, пишет первые упоминания об университете. А вот и как попали в Восточную Европу, сейчас вам кратко расскажу. Готы попали уже в конце первого, начале второго века, они начали движение с Балтики на юг. Готы германоязычный народ. Готский король германарих, видя, что наступает гунны, он покончил с собой. Мук венетарий видит, что гунны нападают постоянно. Напал на славян. Славян только 40 тысяч. Жили где-то, занимали территорию небольшую. Гунны с ними заключили по-братежски договор. Венетарий напал на них, убил ихнего вождя Божия и 70 ангских старейших. Вот это не выдержали, не выдержал гуннский предводитель, звали его Баламир. И гунны из-за ангелов, он решил наказать вегетария и его людей. И напал. И готы побежали. Часть котов покорилась Баламиру, часть котов побежала назад. Страхи пошли у европейцев, они сильно испугались. Ангелы и саксы, которые жили на севере Германии, они убежали на британские острова. Страхи пошли у европейцев, они сильно испугались. Ангелы и саксы, которые жили на севере Германии, они убежали на Британские острова. Гуннам стали при отелье уже платить 2500 либров золота ежегодно. Византийский, это грех. Восточный грех. На счетчике были. При отелье гунны дошли до Франции. Через год, на следующий год, папа Вимский, лично папа, ему золото, откупился золото. Единственная, выходит у нас возможность узнать, кто были эти люди, наведшие столько шороху в Китае, это попробовать прочесть те слова, которые в китайских источниках приписываются хунну. Вот, пожалуйста, ханьские транскрипции. Данные по хуннуским словам идут из двух групп китайских источников. Первая – это эпоха Хань, и вторая – это более поздние исторические источники, уже после II века н.э. Оказывается, что ханьские транскрипции для всех практически хунусских апеллятивов, то есть не имен собственных, а простых слов, ну почти для всех позволяют найти тюркские прототипы. С одной разницей – это протюркское состояние. Это то состояние, которое мы находим на основании реконструкции, проведенной над всеми тюркскими языками, в том числе рано отколовшейся булгарской группы, от которой остался один язык чувашский. Про это Олег рассказывал, наверное. Мы видим тангры – небо. Это протюркское тангры – небо. Рун – это ставка. Орун – место и трон. Кынграх – меч. Кынграх – обоюдоострый большой нож в современных тюркских языках, в памятниках не сохранился. Пояс – кургак. Мул – котыр. Разные лошади. Верблюд. Ну, естественно, что китайцы записывали от Сюнно. Стоянки – Сюнно в кошут. Этнонимы – кыркыз. Сам хунна. Титулы некоторые. Сума Цэнь пишет титул какого-то хунновского функционера, говорит, что он звучит как «дагры», и «дагры» – это вот «адолго», которое потом перешло в «о» в китайском, и говорит, что это значит «справедливый» по-хунновски. Вот, пожалуйста, это прямой. Различные титулы. Что мы видим? Это несколько терминов молочного хозяйства. Значит, кумыс, молоко, сливки, осветленный кумыс и титулы. Значит, то, что сейчас читается Шаньюй, вот, как, значит, глава хунского государства, тогда читалось Танва, а интерпретироваться должно, видимо, как Дархан. В Ханьшу при этом имеется замечание, что титул Шаньюй означает «обширный» и показывает, что носитель этого титула обширен подобно небу. Дальше, значит, в постклассических транскрипциях мы имеем уже только тюркские слова, как гунские. В частности, мы можем прочитать, наконец, неоднократно читавшийся до сих пор стишок гунский. Там, значит, история про то, что это Третий век, соответственно, нашей эры. Там один гунский правитель пошел бить другого гунского правителя и зашел перед этим к Шаману, чтобы тот сказал пророчество. И тот сказал пророчество, которое записано восемью иероглифами, в две стихотворные строчки, соответственно, и дан перевод. Он достаточно хорошо читается по-тюркски, а именно, значит, если войско выведешь, то этого богатыря, пожалуй, схватишь. Таким образом, значит, можно считать, что, по крайней мере, та часть хунну, с которой общались китайцы, и от которой они брали слова, которые считали хуннускими, говорил на тюркском языке. Причем это был протюркский язык. Это реконструкция, значит, состояния до распада тюркских языков на стандартно тюркский. Причем это был протюркский язык. Причем это был протюркский язык.